Дамы и господа, я очень благодарен организаторам за эту возможность представить вот эту техническую работу. Это, собственно говоря, работа нашей корпорации, перексар ее название. Итак, то, о чем я буду говорить, гипертермия и МРТ, термография, текущее состояние, проблемы и перспективы будущего. 2015 год, МРТ, термография, уже известно, мы говорим о гипертермических технологиях. В Берлине в клинике Чарли были первые попытки соединить эти техники. Почему? Были основания для этого. Были огромные обсуждения, публикации, дискуссии. Мы очень многие вопросы в них поднимавшиеся сегодня обсуждали. В клинических условиях, где экстенсивно или экспериментально используются новые технологии, требуется постоянный мониторинг. И в частности, в случае применения гипертермии, мониторинг температуры крайне важный. Вот еще параметры, которые крайне важны. Они здесь у нас на слайде, вы можете о них судить. Но самое главное – это температура. И измерение температуры пока было связано с инвазивными процедурами, множественными. При этом были какие-то имитационные моменты, какие-то не складывались моменты, были сложности. Вот наша повестка дня. Это состав моего, так сказать, выступления. Я поговорю о технологиях радиооблучевых и емкостных. Буду говорить о системах, позволяющих осуществлять глубокую гипертермию. Коснусь двух основных систем, которые уже сейчас в мире известны в течение 20 лет. И буду говорить об основанной концепции, которая лежит в их основании, о концепции 3D, о новых подходах к мониторингу температур, о возможностях здесь. И буду говорить о гипертермии под визуальным контролем и сравнивать с другими техниками, технологиями. И мы можем говорить о продукте, который совершенствовался 15 последних лет в новом нашем тысячелетии. Это продукт, в общем, нашего тысячелетия. Мы пакет программ Zigma Vision разработали для этого продукта. И я поговорю о применении его. Sigma Hyperplan и Sigma Vision. Вот эти два заголовка с ним связаны, эти два слома. Итак, емкостные системы, антенные сборки и так далее. Первое – это использование частот, это емкостные. 13 где-то МГц в среднем. Лучевые системы, они целый ряд используют от 70 до 1000. То есть здесь диапазон имеется. Разница. Вот вы видите, как работает емкостная система. Пациент между двумя электродами помещается, и электроны перемещаются между пластинами, между такими обкладками, если можно сказать. Вот вы этот случай можете видеть, движение их осуществляется прямо сверху вниз, и идет распределение тепла по всему полю без фокусировки. И наоборот, если мы посмотрим на вот этот пример, это другие частоты, это такое радио или лучевой прибор. Здесь есть 8 антенн, они окружают пациентов, и также мы их называем фазовые лучи, микроволны, микролучи. Они фокусируются в центре, внутри. Мы показываем здесь срез схематичный. Вот этот срез, это какая-то локализация у пациента. Можно фокусироваться на какой-то опухоли или участке в теле. Еще одна презентация того же самого, емкостная система слева. Очень хорошо конфигурации. Вот здесь слева вы видите антенную сборку такую, и как размещается в аппликаторе тело пациента, также можно об этом судить по этой схеме. Вот электрофильтр здесь. BC2000, это это... Можно поверхностно, в общем, оценить, то же самое, более-менее сказать. Одинаковый подход, примерно одинаковая система управления. Вот это такой базовый аппликатор с восьми антеннами. Четыре усилителя здесь могут использоваться для усиления энергии. Вот 3D-система, которая может использовать 24 антенны, несколько колец, и такая же система может интегрироваться. А в другие системы, которые показаны, например, внизу слева, это МРТ-система. Опять же, мы к функциональному принципу подходим. Четыре пары артен, четыре микроволновых усилителя, которые питают, и диапазон частот. У нас 60 см радиатора усилителя, и у нас диапазон 70-120 МГц. И энергия, которая используется, может доходить до 2000 в этом случае при использовании таких микроволновых усилителей. Такая же, примерно, конфигурация тех же самых приборов. А теперь мы дошли до аппликатора 3D, как вы можете видеть, снизу справа. Здесь есть три антенных кольца. Почему? Для того, чтобы мы могли сфокусироваться с использованием 3D, сфокусировать энергию у пациента внутри и сфокусировать ее на опухоли. Мы уже показывали это изображение в первой презентации. Мой коллега показывали. Слева мы выжим, видим центральный фокус. Потом правый фокус в середине и справа. Это верхний фокус просто потому, чтобы показать, как работает фокусировка. Здесь есть вариабельность по фазам и по усилению. Во всех каналах. Схематическое представление наших трех комнат этого блока. Первое, где осуществляется управление, техническое, которое вот здесь, небольшое. Тут усилители располагаются. И затем та, которая делена специальными экранами. Вот здесь это крайне важно с учетом наших частот. Это, мол, если 100 мегагерц, например, это телевизор, это радио на этих частотах работают. Но у нас, мы показали, есть диапазон. Температурный мониторинг, как я уже говорил, здесь стандартный подход используется. Инвазивная термометрия, через кожное, в опухоли. Это значит, что есть катетер, который помещается чрезкожно в опухоль и внутри. Есть некий термистер, тепловой элемент, который вы можете использовать для того, чтобы подбудить у температуры даже в разных точках. Так примерно очень схематично мы показываем, как мы работаем, как мы можем работать. Мы можем одним контектором контролировать даже несколько точек. Мы стремимся к минимальной эвазивной термометрии. И мы можем использовать естественные отверстия тела для того, чтобы помещать, например, катетер во влагалище, в задний проход, использовать даже мочевой пузырь для этих целей. Таким мы получаем паттерн температуры. Это хорошо. Вы знаете, что вы делаете, если вы видите температуру, и это крайне важно. Контроль температуры – это крайне важно. Мониторинг температуры выполняется вот таким образом. Это нельзя переоценить важность этого. Обычно то, что мы получаем данные по температуре, по температуре чувствительности мы используем в нашей работе при нагревании опухоли. И вот теперь о контроле, в визуальном контроле с помощью МРТ. Почему мы не используем для контроля температуры, а я говорю о катетерах? Дело в том, что МРТ имеет такое качество особое, которое связано с дискриминацией тканей. Это крайне важно при лечении тканей. Они очень хорошо понимают эти процессы. Зачастую мы не можем различить. Мы с Хитачи обсуждали эту проблему. Это было еще в прошлом веке, в 1995 году. Первые впечатления были такие, что пациенты используют клаустрофобию в закрытых системах. Потом мы говорили об открытых системах. Они стали производиться нашими друзьями в Японии, в основном Хитачи. И пошли обсуждения о том, в какую сторону двигаться. Мюнхенский университет в конце концов решил комбинировать системы 0.2 системы, 0.2 Тесла, закрытая система с открытой системой, которая в 1997 году была у нас установлена. Вот эта вот комбинация, и мы ее используем с тех пор. Медленность сначала все происходило, потому что зачастую самые лучшие вещи являются врагами работающих систем. Появлялись новые системы в части использования уровня Тесловой. И мы не сразу пришли к первой стандартной высоко полевой, так сказать, МРТ, гипертомической системе. Это был длинный путь. Вот изображение такой системы. Это МРТ используется для контроля, в частности, визуального и системы гипертермии. Она показывает, как работает эта иллюстрация, эта система. Вот у нас пациент помещается в эту систему. Мы видим, как расположены кольца магниты. Пациент помещается в аппликатор гипертомический, и вся система. А затем, включая аппликатор, в магнит отправляется, и уже используется МРА для дальнейшей работы с пациентом. Это еще одно изображение в другой перспективе того же самого процесса. Питер Вуст из университетской клиники нам дал эти изображения. И здесь мы можем судить о всех достоинствах этой системы. И все развивалось из прототипной системы. И мы в итоге сами поняли, что нам нужно. И наша разработка была даже лицензирована. То, что мы имеем, это результат нашей работы. Вот вы видите компоненты системы МРТ в сочетании с гипертомической системой. Здесь есть разные катушки. Регулировочная, градиентная катушка. Здесь есть экран с прорезями. И важно, что центр магнита и аппликатора, они совпадают. Это одно и то же по существу. Магнитный центр, центр глаз аппликатора. Нам стало легче применять эту систему. Магнита 60 сантиметров. И наш магнит, оказалось, наш аппликатор очень хорошо стал входить в этот магнитный канал. И это было одно из условий, которые мы поставили перед нашими инженерами. Наш аппликатор должен очень хорошо сопрягаться с системой МРТ. Как вы видите, это типичная инсталляция. Типичный вид радиотерапевтической, отдел лучевой терапии, отделение. Это самое правильное место. Там уже используется много лет для диагностических целей. Диагностическая радиология в этом смысле является монополистом в смысле использования всех систем МРТ. Это надо сказать обязательно, потому что если мы не достигаем консенсуса с диагностическими радиологами, с радиотерапевтами, с терапевтами, которые занимаются лучевой терапией, такой проект не может существовать и не может применяться в том или ином учреждении. Мы, как производители, особенно ничего не можем к этому добавить. Нам нужно адаптировать систему выбора, который осуществляется нашими клиентами. Вот то, что вы здесь видите. Это такой первой попытки. Это General Electric пытался эту систему сделать. Вот она в Ноттердаме была установлена в клинике, в университетской клинике. Это учреждение, откуда доктор Ваннезес приехал, который говорил о клинических результатах, достигнутых в их организации. Опять же, так, лечебное помещение организованное, отделенное специальными экранами комнаты. Собственно говоря, нет большого отличия от любого кабинета, где используется МРТ. Здесь показаны технические помещения, пункт управления. И в ранней системе, вот здесь, с этой стороны магнита, производилась работа. И в основном с этой стороны гипертемия. И для диагностики использовалась МРТ, часть МРТ с другой стороны. Наши новые приборы, это General Electric, они организованы по-другому немножко. И диагностическая, и терапевтическая часть этого инструмента по-другому. Уже расположены. Такое... Одна палуба, если только так можно сказать. Это мобильная система. Вы можете посмотреть это видео, которое продемонстрирует вам наши новые подходы. Наши новые подходы отличаются. Мы пытаемся отойти от специальной адаптации для каждого производителя. Вот вы видите здесь аппликатор, который вы можете открывать или закрывать. Вы позиционируете его внутри магнитной катушки. И вот это у нас аналогичная ситуация для GE, или для Philips, или для Siemens. Мы со всеми тремя производителями работаем, вполне успешно. И вы можете даже сами решить, как бы выбрать оборудование Perixar. Это опять-таки схема, которую вы видели уже сегодня утром, поэтому мы ее просто пропустим. Давайте посмотрим на аппликаторы. Для того, чтобы правильно справиться с конкуренцией, нам, конечно же, нужно было разработать определенный дизайн аппликаторов. Это, во-первых, материалы, особенно которые мы используем, которые совместимы с высокомагнитным полем. Вы видите, справа налево, это стандартные аппликаторы Sigma-I первое, Sigma-I для MRT, потому что она у нас в форме человеческого глаза, это катушка с аппликатором. И там 24 антенны, 3 изначально антенных кольца, в 12 каналах во всех трех измерениях. Вы видите здесь Sigma-40 для MRT, она называется 40, потому что у нее диаметр 40 см, у нее 2 антенных кольца, 16 антенн всего, и вот видите здесь опять-таки размеры. Sigma-40, этот аппликатор является эксклюзивным для педиатрии, потому что они используют очень серьезно в педиатрической онкологии, особенно в лечении саркома. И это в университетских клиниках Дюссельдорфа, например, в отделении педиатрической онкологии, они как раз используют эту систему в дополнение к стандартной системе, которая у них уже есть. Sigma-30 для MRT, это диаметр 30 см, 8 антенн, вот ее параметры все, вы видите на слайде. Она для нижних конечностей, опять-таки для саркомы мягких тканей, как правило. Опять-таки, как вы помните из презентации сегодняшнего утра, ее можно применять также в педиатрии. Дети до 18 месяцев, до полутора месяцев, можно также эту катушку применять для них, для опухоли абдоминальной полости. Если мы с вами посмотрим на ПО, у нас есть определенное ПО, при помощи которого вы можете делать калибровку. Вот вы видите здесь как раз пример, это у нас пример калибровки. Нам нужны определенные трубки для того, чтобы скомпенсировать частоты, сдвиг частот. И вот это как раз в трехмерном изображении, как мы видим опухоль. При помощи системы SigmaVision вы видите здесь аксиальную проекцию и коронарную проекцию. И затем вы должны идентифицировать, сделать определенную сегментацию, разбить на сегменты, для того, чтобы сказать системе, как бы задать системе параметры локализации опухоли. Вот таким образом вы опухоль определяете. Вот это мы сделали, этот этап провели. И теперь, как вы видите, у нас есть цветовой код, который показывает нам изменение температурного режима. И измерение термометрии МРТ – это то, что мы получаем в фазовом изображении, в фазовом режиме и в физиологических также изображениях. Оба – это типичные протонно-резонансные частоты. У нас также есть возможность мониторировать время. Последовательности в ахронологическом порядке размещать при температуре 90 градусов. Мы можем сделать даже измерения и расчеты. Можно все задокументировать в течение времени, поскольку у нас есть временные параметры, которые регистрируются для каждой последовательности. Вот давайте посмотрим. Видите, здесь внизу у нас время. И вы можете посмотреть на все, что происходило, на все последовательности с течением времени. Вот начинается исследование. Вот таким образом это выглядит. Вы видите, что все задокументировано очень хорошо, и затем все это становится частью файла пациента. И последняя часть моей презентации будет посвящена планированию гипертермической терапии. На самом деле, этот планировщик имеет разные базы. Это может быть стандартная планировщик или нет. У нас есть разнообразные снимки пациентов, которые мы получаем на МРТ или на КТ. И в зависимости от электропроводимости и значения электропроводимости, все эти значения, они также доступны в литературных источниках. И то, что я здесь показываю, это работа в процессе. Не очевидно. Сегментация автоматическая, возможно, но она не является очевидной для всех органов. На самом деле, не все может автоматически идентифицировать наше программное обеспечение. Здесь есть часть работы, которую нужно будет делать вручную. Например, поперечные срезы. И также контуры костей достаточно хорошо идентифицируются. Но некоторые мягкие ткани приходится визуализировать вручную. Что это означает вручную? И почему я об этом говорю? Это означает, что сегодня стандартный планировщик для гипертермии. Планирование может быть, на самом деле, занимать больше часа, потому что вам нужно выполнить определенную сегментацию на 25 приблизительно срезов пациента. Вот это пример как раз того, как делается подобное планирование. Это случай рака простаты, предстательной железы. Давайте посмотрим на исчисление. Вы видите, что это треугольные такие графики. И эти треугольники позволяют нам провести все измерения. Вы видите, здесь температурные режимы 41, 42, 43 градуса. И затем в последнем слайде вы можете увидеть оптимизированное планирование гипертермической терапии для рака предстательной железы конкретного пациента. И вот это конец моей презентации, которая была весьма неполной, я бы сказала, но, к сожалению, времени у нас недостаточно. И я хотел бы также избежать повторения. Я особенно хотел бы поблагодарить всех докладчиков до меня, которые сделали совершенно потрясающие доклады. Большое им спасибо за это. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...